Так, мы начинаем уже вторую часть. Сейчас Вадим Сергеевич Акулов, о котором я сегодня... А зачем тебе это телезаписано? Упоминал, это собственный корреспондент правды в Афганистане. И у нас было немало Сапкорова, а вот этот Сапкор, куда-то ему все, не терпелось, на войну, не политикой заниматься, а войной. Вот он был такой беспокойный. Сейчас он тоже беспокойный, он хочет прочитать стихотворение. Надеюсь, мое, а не свое. Поэты они все со странностями. Вот у нас в правде было примерно десяток первоклассных поэтов. Вот Виктор Глебович один из этого ряда. Но для того, чтобы вы не думали, что... Но поэту она всегда, в общем, несет в эротику, в любовь, в Севастополь, как теперь и так далее. Но меня потрясают его два стиха, которые я вас очень прошу выслушать, потому что, на мой взгляд, они программные. А я, как бывший конферансьер солдатской художественной самодеятельности, прочту их громко и с ворожением. Аплодисменты, Глебович, я только технический работник. Осмеяна русская слава. Но гибель еще далека. Пока развлечима держава с командного пункта полка. На карты глядят и в прицелы, готовясь в последний поход, надежда страны, офицеры, отчаянный русский народ. Вчерашние ссоры не битвы, а битвы еще впереди. Под здаменем красным, а не звездно-полосатым, и не этим самым, не власовским. Под здаменем красным, с молитвой, ну, к сожалению, кто как, со славой русской груди. Но это еще не все, извини. Я могу и без меня. В углу Ставропольского края граница видна из окна. Не думали мы, что вторая чеченская будет война, разбили французов и немцев. Откуда же это напасть? Среди вновь одичавших чеченцев внедрять несоветскую власть. Священные горы Кавказа уныло торчат в облаках. Нет правды в кремлевских указах. Нет ярости в русских штыках. За новое тысячелетие под выстрелы выпьем до дна. Ведь там впереди еще третья, уже мировая война. Ну, поэтому, и поэтому всегда плохо с арифметикой. На самом деле, третья, третья мировая, это холодная война, которую мы профигачили, скажем так, не для дамских ушей, и при нашем недостаточном противлении и злу насилием погиб Советский Союз. Нам предстоит, и это, дамы, закройте ушки, практически неизбежно, четвертая мировая война. И, наконец, последний. Терпи, Глебович. Тот стих, я всегда говорю, и однажды уже говорю, повторяюсь, войдет в антологию русской поэзии 21 века. Его стих. Отныне не кричат Москва за нами, но, стиснув зубы, веря под огнем, Советское, простреленное знамя, мы все-таки поднимем над Кремлем. Вот, правда, написал русское, но я думаю, что на Советское он согласен. Сначала бы угадал, что красное, простреленное. Да, пардон, это я по старости забыл. Красное. 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 Ну, вот. Не сломал, так и сейчас. Так, ну почти идем по графику, все нормально. Я еще раз напоминаю, что когда я закончу печь, это будет через час, да? Нас еще никто не выгоняет, поэтому, если что, мы общение немножко продолжим, и все не выяснили вопросом, они еще выяснили, если кто. Из записок, вот это, Севастополь, город у русских моряков, я люблю эту песню, но, знаете, ну, формат сегодняшнего вечера такой, я пою свои песни. Хотя у меня есть песни, я думаю, неплохие на другие слова, но я пою сегодня только свои песни. Это пока откуда. Так, из тех, что заказали, многое совпадает, то, что я сам для себя сделаю, поэтому сейчас, ну, начнем заказывать, 9-я рота. 9-я рота, это 345-й полк, сегодня, пока я курил, выяснил, что здесь весь один молодой человек, если кто-то служил там, солдатикам, в то время, в Севастополь, который был там, раненько, тоже. Для меня это особенная рота, но вот этот фильм, который был 9-я рота, это Багдорчука младшего, не знаю, как вам, он у меня произвел в ужасающей части. Какой он и есть. А нас тоже, да? Да, ну, в принципе, он, ну, с любовью сделан. Кстати, вот парень, который писал сценарий, я же не помню его фамилию, он сам не служил не только в Афганистане, он в армию не служил, но он кончал литературный институт, и в наших писательских кругах мне потом рассказывали, один наш общий приятель, поставил как-то ему мою песню, он говорит, ну, если бы ты дурак, мне бы раньше это показал, я бы говорю, совсем другой сценарий не перестал. Но там было о последнем бою 9-й роты, хотя там было очень много перебрано там, да, на самом деле погибла не вся рота, а погибло там 7 человек, хотя там были ужасные большие потери там, вот. Ну, и сейчас не об этом. А 9-я рота 345-го полка, она еще участвовала в первых событиях в Афганистане, когда брали дворец Кабула и брали КГБшники, а 9-я рота 345-го полка, которую тогда командовал Валера Востротин. Вот, кстати, вот единственная бляба на свитере, это то, что Валера снял со своей груди и отдал мне мир за эту песню 9-я рота, здесь 345-й полк написано, вот. Она участвовала в штурме дворца Кабула, 9-я рота. Еще на границе и дальше границе Стоят в ожидании наши полки, А там на подходе к афганской столице 9-я рота примкнула в штыки, 9-я рота сдала портбилеты Из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянется боль до рассвета, То не было роты, приснилась она. И если затянется боль до рассвета, То не было роты, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, А все же она оставалась с войной. Идет по Кабулу 9-я рота, И нет никого у нее за спиной. Пускай городка ее бронеколонна, Последней ходившая в мирном строю, 9-я рота сбивает заслоны В известном декабрьском первом бою. Прости же, 9-я рота, отставши, Такая уж служба, такой был приказ, Но завтра зачислен на должности павших В 9-ю роду кого-то из вас. Ведь завтра зачислен на должности павших В 9-ю роду кого-то из вас. Войну мы опять называли на работа, А все же она остается войной. Идет по Тверскому 9-я рота, Пусть нет никого у нее за спиной. Идет по России 9-я рота, Жаль, нет никого у нее за спиной. На отдельной салфетке написана одна песня, Давно я ее не пел, но попытаюсь. Одинокие ноты называется. Это один из вариантов офицерского романса. У меня когда-то был большой фильм По центральному телевидению На час с лишним, Который назывался Офицерский романс. Сейчас его, естественно, не повторяют. И размокли, да, Но он, кстати, остался на моем сайте, Чтобы... Вот наш вечер, Он, во-первых, идет в прямой трансляции Там на Ютубе, да, или как-то? На сайте. На сайте. Но, в принципе, он завтра будет Уже выложен на Ютубе, И где-то там, да. И в том числе на моем сайте, Который я не знаю, Потому что у нас дочь Мария Его ведет. Но я точно знаю, Что если в поисковике набрать Виктор Горстаков, То сразу же выскочит Это мой сад. И там есть этот, в том числе, Фильм, который Был когда-то для телевидения снят, Назывался Офицерский романс. Одинокий нот, Вот он сейчас... Сейчас. Так давно не пел, Что я ее вспомню обязательно, Но не сейчас. Лучше про собаку спать. Мелко. Плачет Нюрка, Жевать при ушах, Слезы с кровью смешались, Стала грехом. А как Нюрка была хороша, Самой тонкой, Чуя лоза. Плачет Нюрка, Откица летит, Боевая железная птица, Плачет Нюрка, Себе не простит, Но ведь плачет, И все не простит. Плачет Нюрку, Родная рука, И глистнуть бы хозяйскую руку, Как знакома она для греха, Обреченная Нюркой на муку. Вертолет, Врезается пол, Высеченная Нюркина тело, Сотню раз она чуяла том, А в сто первый, Чуть-чуть не успела, Но за гривку прошел холодок, Когда запахом сбоку пахнуло, Но на токе стальной проводок В расщелини лава скользнуло, И вскрытнулся в огонь из камней, И запахло железом каленым, И хозяин, Идущий за ней, Опустился на землю соскона, И ползла к нему Нюрка, И вязала его, И вязала, И хрипела на полмой звала, И глазами всю боль рассказала, Подбежали к саперу друзья, Обматали бинтами сапера, Он рассказал, Мне без Нюрки нельзя, Нет, сказали, Это горы, Вертолет прилетел утро, И вдвоем погрузили в машину, Ты не плачь, Я не умру, Ты не плачь, Я тебя не покину, Но плачет Нюрка, Живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах, Ах, как Нюрка была хороша, Самый тоненький, Чуяла запах. Война становится привычкой, Опять по кружкам скидут разрыт, Опять хохотит медсестричка, Бережет сало за тварит, А над платочным презентом Свистят туэкры, то свинец, Жизнь, словно кадры киноленты, Дала картинку на конец. О чем задумался ночтабом, Какие вляпь увидел сны, Откуда спирт, Откуда баба, Спрося об этом у войны, Вот хорошо сестрах охочет От медицинского вина, Она любви давно не хочет, Ей душу глянула война. Эй, запали, плесни помалу, Теперь за родину пора, Нам не спуститься с перевалом, Который взяли мы вчера. Нам не спуститься с перевалом, Который взяли мы вчера. Вольна становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлить, Опять хохочет медсестричка, И режет сало сам полет. И режет сало сам полет. АПЛОДИСМЕНТЫ И режет сетей мы вчера. АПЛОДИСМЕНТЫ И режет сало сам полет. АПЛОДИСМЕНТЫ А я ее стараюсь не петь, потому что редкий случай, но то, что есть такой певец, Миша Муромов, Михаил Муромов, яблоки на снегу, подожди, много он всякого дерьма написал, но он, я считаю, гораздо лучше, чем я написал на мои слухи песни «Спроси пустыню». И вот что характерно, ее сейчас вообще не передают. Вообще, какое-то время в советское оно еще звучало по радио, по телевидению, а потом и нет. А у меня такой, как бы сказать, простой бардский галет, давай сейчас покажу, как я ее написал. Он сделал гораздо лучше. Может быть, где-то на сайтах у Михаила Мурома я вам советую послушать, потому что он действительно хорошо сделал. Ну, а я сейчас вам спою, чтобы, как я сочинял. Опять жара за шестьдесят, пески взметнулись и висер. И лезет в бронетранспортер, как полыхающий костер, выхватывая из огня боекомплект шестого дня. А сколько их еще? Спроси пустыню. Шесть дней назад, сказал комбат, разведка видела отряд. Претут границы прямиком, наверно, коротко знаком с азисами на пути. И мы должны его найти. А сколько их еще? Спроси пустыню. Гудят вертушки день и ночь, они хотели бы нам помочь. Да разглядишь ли свысока, среди проклятого песка, где разбежались и легли десяток те, кто ближе шли. А с домика их еще спроси пустыню. Во фрагах кончилась вода, отбраться от неба не беда. Беда, что бьют из кишлаков, они чужие средь песков. Там богатей правят слазь, плепатим на копную власть. И сколько их еще? Спроси пустыню. Шесть дней в песках искали тень, седьмой удачный выпал день. Воду нам влиться, наконец, не пыльный ветер, а звенец. С бархана, с гребня, с бугорка ударили три дышака. А сколько их еще? Спроси пустыню. Пускай под семьдесят жара, сегодня лучше, чем вчера. Два взвода двинуты в обход, их прикрывает третий взвод. Четвертый с пятым на заслон, гранатометный взвод на склон. А сколько их еще? Спроси пустыню. Прошла минута или час, какая разница для нас? Когда окончен разговор, и тащишь бронетранспортер, Перехвативший за приклад тебя, стрелявший автомат. А сколько их еще? Спроси пустыню. Вот песня «Горит звезда над городом Габулом». Мне тоже не совсем удобно петь, потому что ее обычно, то, что я слышал, слышал, как ни странно, в метро. Вот сейчас уже, нет уже, а помните, лет еще пять-семь назад, ребят, которые были афганцами, косили под афганцами, Они там в каких-то формах, на тележках, да, с гитарной. И вот я эту песню несколько раз слышал «Горит звезда над городом Габулом». «Горит звезда, прощальная моя, как я хотел, чтоб Родина вздохнула, когда на снег упал в атаке я. И я лежу, смотрю, как остывал над минаретом синей аркзависта. Кого-то помнить или забывать, о нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без нации, ближай вокруг сожженного дворца. «Горит звезда, пора навек прощаться, разлука тоже будет без конца». «Горит звезда, пора навек прощаться, разлука тоже будет без конца». «Горит звезда, дикамская, чужая, а под звездой лениться кровью в снег. И я слезой последней провожаю, все с чем впервые расстаюсь на этом». «Горит звезда над городом Кавуном, горит звезда, прощальная моя, как я хотел, чтоб Родина вздохнула, когда на снег упал в атаке я. Дальше интересный заказ. Вот вам будет тяжело слушать, очень длинная песня. Называется «Короткий курс новейшей истории Ангелы Славы». Но надо пояснить, что он был, этот «Короткий курс», написан в два захода. Один «При жизни» Брежнева, который там упоминается, тот, кто нынче выше всех. А потом, окончание, уже после его смерти, я написал. «Короткий курс новейшей истории Ангелы Славы», «Короткий курс новейшей истории Ангелы Славы». «Короткий курс новейшей истории Ангелы Славы», «Короткий курс новейшей истории Ангелы Славы». «Короткий курс новейшей истории Ангелы Славы», «Короткий курс новейшей истории Ангелы Славы». «И хотя бы рановато взяли принца на штыки, но целуем, словно брата Мура-Мура-Тараки. Брата дружит с Пакистаном, книги пишет, громотей, из казны, как из кармана, много хапнул на детей. И партийные разлады непутево примирял, расстрелял кого не надо, кого надо не стрелял. Мы идейно с ними дружили, но готовили балки, а вообще неплохо жили, с Нуром-Муром дороги. Дали орден, дали займ, и командовал сквозь смех Вера, Нурмон или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССР был у Мура друг один. Мы приветствуем премьеру по фамилии Анин, задушил батлет с подушкой своего лучшего дружка и зарыл тарачью тушку средь авгарского песка. Мы, конечно, телеграмма, мол, Анин, Хафизула, мы не знаем вашей драмы, у вас свои дела. Но согласно узам дружбы, можем денег предложить и военного оружия, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо, не с Амином до конца, расстреляв его со встока посереднего дворца. Сразу радио врубили, мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, на по браку Карлаля. Правда, он буржур прожженный, парчемистый, пустобрет, но ведь рогоположенный тем, кто нынче выше всех. Под надежной охраной посадили во дворце, где сидел он вечно пьяный, с важной тупой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бавров, войск прислали, чтобы волю наломал в Афгане дрон. Но другой, кто был всех выше в нашей собственной стране, весь, как говорится, вышел и в кремлевской лег стене. Мы порадовались свинью, но задумались слегка, может быть, без Леонида здесь ненужного брака. Долго думали, однако, во все стороны поля, за Ваврова, за Ваврака, за Колюху, Кормаля. Да к тому же пересмена началась в родной земле, то дробь, то черненка, то пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь сломали кучи дробь, дожидаясь и приказа, он пришел, прощая, бомрок. Без подушки и без пули тихо сделали дела, глядя, жизнь сидит в Кабуле, а сабист на Джигулану. Правда, в университете он учился на врача, и людей на белом свете часто резал сгоряча. Возглавляя орган ХАДА, это их комитет, кого надо и не надо, все, как правило, на тот свет. В остальном нормальный малый мысли многое смогли, да в Кремле пятно восстало. До свидания на Джиг, отоварили чекушки и Абгашки, кто имел, в Харатоне или в Куршке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Абгана, раз приказ бюрацкий дал, он зачем другие страны, дома будет вам орган, и живем отлично, что ты. Мы опять в родной стране, и трещим из пулеметов на гражданской на войне, не дадим от ныне маху. Только грустно, черт возьми, что какого-нибудь шаха нет между нашими людьми. Ну, ребят, вот столько, чтобы мы тогда и до вечера не кончили. До завтра пить. Нет. Пить мы можем и до завтра, и пить мы можем. Ну, уже в нескольких заявках одна и та же песня есть, поэтому я ее спою. Она называется «Последний поход». Андрей, гитару, ты слышен, нет? А вам слышен гитару? Я ее меньше слышу. Все хочется громче громче. Разорван погон, вернет влагой, и стерлась теньяшка на левой груди. Где сердце колотится, не виновата во всем, что за нами и что впереди. Пошли по хребту, по горячему склону. Фронтальной атакой, взяв перевалом. И снова Господь перестроил колонну. Из двух одного в небеса отозвал. Пошли по тропам, по тропам овечьим, Вонимым ловушкам, воскресным огнем. Внезапно свергавшим сиянием вечным, Ребятам, с которыми рядом идем. Спустились по тропам, на горная плата. Легко нам загадывать нечет и черт. Один из нас в небо взметнется крылатом. Кругого на веке земля привлечет. Разорван поглубь под ремнем автоматом. И стерлась тельняшка на левой груди. А сердце колотится невиноватым Во всем, что за нами и что впереди. А сердце колотится невиноватым Во всем, что за нами и что впереди. Вот сейчас одну песню спою, которую мне в конце будет петь сложно, потому что она очень тяжелая. Но в смысле по исполнению, где нужно петь и низко, и высоко, и так далее, а у меня это чувство, что к концу же голоса вообще не останется. Песня странная такая, называется она двумя названиями. Либо Аллах Акбар, либо была из города Кандагар. И вот у меня на сайте, где она тоже выложена, несколько сотен тысяч заходов слушают, и очень много комментариев ругательных. Потому что думаю, что я впрямую пою. Если прислушаться к этой песне, то можно понять, что она написана от лица советского офицера. Но я написал очень давно, когда шла афганская война. Видимо, что-то предчувствовал, потому что нам не надо ссориться с Исламом. У нас есть другой общий враг. Вот сейчас это может на Украине становится заметно, а потом еще будет больше заметно. Но я написал, когда еще шла наш афганский поход сороковой армии, и я просто встречал в одном полку такие шутливые приветствия наших офицеров. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Друзья! Аллах! 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 Акбар! Не было тошно в жизни той, я жил, как все не смог. Простился с верной женой, Аллах Акбар, дружок! Аллах! 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 Акбар! И над Бодилу отца Заплакал на конец. Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец Аллах! 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 Горит песок, И рушится скала, И очередь наискосок Дорогу перешла. Аллах! Аллах! Аллах Акбар Аллах Акбар плавит склонный и перебит дозор Идит шватанку в батальон Аллах Акбар майор Аллах Акбар Вы слышите, как мы поем танцы-то выграва Ты видишь ли, как мы идем вниз, вернув Аллах Аллах Акбар А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар Аллах Акбар Глайн гор, Кандагар, живем уйти нельзя И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар Она улетела, раз она улетела, то, что она не написана, то я должен спеть Хотя я сегодня песню не планирую петь Это называть шуточная песня о советской печати А там она названа «Как дорожит душпан в поле хрома линии» Иногда я называю ее в просторечии Песня об афганской армии Почему я говорю в просторечии? Потому что это та песня, которая потеряла автора И я несколько раз на разных кассетах и на живых выступлениях слышал, как эту песню плают ребята И, например, с таким комментарием «Эту песню написал парень из нашего рода, который, к сожалению, погиб и так далее» На самом деле это я написал, я ее печатал, да Но приятно, когда песню уходит на рот А может, и я написал, что-то печатал Но то, что мой вариант, он называется «Песня о советской печати» У нас тогда приходилось писать не всю правду об Афганистане Дорожит душман в реку мри И около герата, и окрушат черты Афганские солдаты И в Кандагаре, и в Газине, и в Балке, и в Кагуре Войска афганские отминут так и прут под пули Их невозможно удержать, они нас защищают О чем советская печать стыдливо сообщает Ведь контингент аж очень мал, навряд ли больше взвода Границу перешел и встал, любуется природой Дает концерты в пешлагах, а в пол за контрактах Детишек носит долго и чинит местный трактор Пусть контингент и неплохой Но где ему сравнится с афганской армией Ликой, которой враг боится Она разбила тысячу банк, нет, миллион-миллион Почти очистила Шиндант и два других района Селена, отважна, велика, заслужена, известна А мы все пляшем кабака и чиним трактор местный А мы плясали кабака, чинили трактор местный Все заказы идут афганские А мне не хотелось бы уж совсем Хоть что-то там У нас есть такой товарищ, который сейчас проживает в нерусском городе Мюнхене Валерий Коновалов Дальше скажу вам, чем будет смешно Бывший сотрудник, причем руководящий сотрудник радио «Свободы» У него была такая собственная программа «Сигнал» Военное такое обозрение Так вот парадокс Я, советская эфицировка коммунист В начале 90-х годов я не мог нигде ничего слова правды сказать Кроме как по радио «Свободы» в программе «Сигнал» И мне сейчас за это платили доллары Ну, конечно, его в конце концов оттуда убрали Но это было довольно долгое время И вот он из Мюнхена передал просьбу перед началом Чтобы я спел русский стиль Я не собирался, но Русский стиль это имеется в виду что Русский стиль и рукопашные убои Ну, казалось бы, что Что это такое? Вообще не понятно Ну, вот первые годы Они действительно были нормальные элитные подразделения в Америке Да, они обучались, то есть, рукопашную убою в русском стиле Потому что их учили вот наши эмигранты Выходцы из России Их сыновья Которые знали русский стиль рукопашного боя Если в двух словах Долго не пояснять Вот карате, там, кунг-фу, там, что-то, тэквон-додо Они рассчитаны на большое количество ударов Да? Вот как мы смотрим в кино Они там лупят ногами, руками Со страшной силой там И не могут полчаса лупить И ничего не знать А русский стиль Он рассчитан на убийство То есть, вот почему у нас вот замах вот такой вот Вот там, да, помните У Лера, купе с калашников С правой руки, там, по листу все, да И все Почему русские мужики дерутся пьяные? Если они трезвые выдраются Они вдруг сразу поубивали, да? Потому что у нас все такие удары Обижали супостаты Расшумелись на дворе А спахнеет трудновато Подниматься на заре Притащили с пропалы Друг у друга рвут фитиль И палят куда попало И ругают русский стиль Дескать, руки, что горят Дескать, ноги, что бревно Дескать, вы на первом шаге Сами рухнете в дерьмо Дескать, пьяницы и воры Лежебоки и рабы Для вселенского пастора Вы ходите Судьбу Я б еще поспал немного Я напился бы к хвосту Супостаток, слава Богу Нагляделся на пеку Но болит без передых И к железной пути Выхожу Прошу их тихо Не замайте Русский стиль Дескать, чувство И не то Да я словесно Не хулю Не метайтесь с огороду Я еще пойду посплю А не то Ненароком По неводе Разойдусь И по западу С востоком Русским стилем Потопчусь Супостаты Закричали Навалились На крыльцо И Руками Замахали И Ногой Суют в лицо Крутят палки На веревках Железя Ходи Свистят Дима Стрипуют Сноровку Знать Попить меня Ходят Русский стиль Не драки Ради Хоть подраться И в село Надоели Эти дяди Затемнение Нашло Я рукою Что коряга Я ногою Что бревно Супостатов По оврагу Пораскидывал Потом Русский стиль Не драки Ради Хоть подраться Весело Надоели Эти дяди Затемнение Нашло Начали Как мы Как быстро идем Да А Вот Напомню Что значит Офицерский романс Попробуй сейчас ты Это Один из вариантов Офицерский романс Один он Офицерский романс ПЕСНЯ 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 Весной понос, и круглый год, Житель не жить, один вопрос. Газни-газни, кругом огни, Бьют дыши-ка из-за далека, И миномет из бугорка. Берись, зову, гони, хану, Без темноты она не стоит, Этих сум, гордес, гордес. Пыли до небес, качают духи головой Перед бригадой штурмовой. Мол, за рубли, с какой пыли, Мы сами духи продохнуть бы не смогли. Шиндан-шиндан, здесь мало банку, А тот, кто этому не рад, Пусть отправляется в Герак, Но здесь оклян, госпиталян, Где много баб, а с ними пухом Нам земля и канагар, Сплошной угар, На черной точке броня Горит средь ночи и средь дня. Но с углом, а эрадромом, Где нас нельзя, где что, Нас проворщик с ведром. Одна очень спокойная песня, Но почему-то из многого, что написал про разные войны, Мне кажется, что она в какой-то степени передает дух вообще вот этой войны любой. Тем более, большинство войн у нас сейчас на равнине, а раньше были в горах. Называется «Война не понимает нас». Вечерний свет в горах погас, В ущелье сыро и темно, В воде во флягах, как вино, Война не понимает нас. Пусть осталась мы не раз В ущельях с ней, но и в денье, Но ни на склонах, ни на дне, Война не дважды, но на нас. На гребни высланы хвосты, Их поменяют через час. Война глядит из темноты, Она не понимает нас. А мы опять не жжем костры, А мы уже не тушим глаз. Война не понимает нас, Иначе вышла из игры. Вечерний свет в горах погас, В ущелье сыро и темно, В воде во флягах, как вино, Война не понимает нас. Всем огромное спасибо, но это не значит, что у нас еще какое-то время есть. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт раздит, Опять как хочет быть сестричка, И реже сама зарпает. А вот паладочным брезентом Свистет то рэкер, то свинец, Жизнь словно кадры киноленты, Дала картинку, наконец. О чем задумался, она читала, Какие бы я еще увидел сны. Откуда спирт, откуда баба, Спрося об этом у войны. А хорошо сестра хохочет, От медицинского вина. Она любви давно не хочет, И кружу глянула в война. Эй, замполит, плесни по-малу, Теперь за Родину пора. Нам не спуститься с перевала, Который взяли мы вчера. Нам не спуститься с перевала, Который взяли мы вчера. Она становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлит, Опять хохочет медсестричка, И режет с аллазом палит. Ну и закончить я хочу, так сказать, главным вариантом. У меня много вариантов офицерского романса. Один был, который нравился Вадиму Валериану Ильичу Кожаному. Это такой историк, литуралет и так далее. Сейчас ему многое сдают, поэтому я вам советую. Как вы видите книжку Кожаного покупателя? Потому что у него есть загадочные страницы русской истории. История Руси и русское слово, это в принципе вся русская история. Страницы Победы. То есть он писал обо всем, чтобы понимать, что творится. Ну короче, он очень удивился, что я эту песню писал. Меня даже спрашивают, говорит, а вы понимаете, что вы не царь? Он говорит, ну вот я хотел сказать тот и тот. Он говорит, да, ладно. Значит, вы не понимаете, что я все. И пусть на пространствах державы Весь фронт наш, незримый опять. А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. Белоткие волосы серы, Но выглась белая прядь. А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять. Звезда из некрашенной жести Восходит над нами опять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. В короткую песню не верьте. Нам вечная песня подстать. Ведь что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Да что ж нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Спасибо. Спасибо. Успехов всем. А, Таня, в том числе, в том числе, в том числе. А, Морозова концерта. Я вам советую там побывать. 18-го числа, в такое же время, с 14 до 15 сбор, тоже будет в субботу. Я вам очень советую побывать на концерте Морозова. Я, к сожалению, в это время, видимо, буду в Крыму, в Коктебель, получать премию, нет премии литературной получать, имени такого хорошего поэта Николая Гумилева. Иван Иванович Кероненко хочет сказать, ведь иран наших всех войн и всех слух.